Я вот, честно говоря, я сначала даже не поверил, когда увидел информацию о вашем бое в соцсетях. Я сначала подумал, что это или какая-то старая совсем новость, или какой-то вымысел. Но все серьезно, верно? Ну да, предложили. Я, в принципе, сразу же согласился, потому что по кикбоксингу. Сейчас как раз по кикбоксингу я уже с Нового года практически так нормально. На бокс хожу, кикбоксинг, просто ММА. Ну, тут много всяких обстоятельств. Я сейчас живу на Украине, в Харькове. Город большой, тут больше миллионов, поэтому все нормальные клубы по ММА, они в центре. Я как бы на окраине совсем. Машины, к сожалению, нет, поэтому час добираться туда-назад, еще тут семейные уже дела. Поэтому не очень. А вот кикбоксинг, бокс, как-то все тут на районе. Физически хорошие упражнения, тут кроссфит есть, зал хороший тренажерный. Вот, поэтому практически все здесь, поэтому, чтобы кикбоксингу, по кикбоксингу, я практически сразу согласился, тем более соперник тоже хороший. А кто организатор? Организатор, значит, мне сказали, что это федерация кикбоксинга России, типа так. Это в Челябинске, вот. Кто, не знаю, ну, со мной связался Камил, он, я так понимаю, там кого-то подгоняет, не подгоняет, ну, Минеев же его боец. Ну да, да. Вот. Списался, говорит, хочешь, я говорю, давай. А кто там организатор, не знаю. Он сказал, что федерация кикбоксинга России, что это такое, я не знаю. Потому что я с кикбоксингом уже, с любителей давно уже там не общался, поэтому не знаю. Кто там может быть президент. Вы сразу сказали «Ок»? Да, да, практически сразу же он мне написал это. А, ну, это было поздно вечером, да, я помню. Да, конечно, ну, а что? По ММА, ну, ММА, кстати, тут было тоже несколько предложений, я как бы отказывался. Там в Польше было и что-то, мы где-то не помним. Ну, отказывался. А кикбоксинг, конечно, сразу. Ну, тут, знаете, просто Минеев сейчас, как сказать, на Бите, в общем-то, находятся в расцвете сил, там, во сколько, 30 или 31 год. Ну, вы просто сами понимаете, что сейчас, наверное, такая ситуация, что вы, учитывая, что вы возрастной боец, при этом, кстати, достаточно давно не бились на высоком уровне, что вы сейчас рассматриваетесь как такой прям андердог, андердог. Да, ради бога. Мне хорошо. Я так обрался, что наконец-то могу, потому что, ну, может быть, там слышали, что у меня там была болезнь, потом там у меня после этого процедура, когда я тоже, хотя в прошлый год назад уже в Таиланде, когда был на сборах, там уже подрался, я там с тайцем успел подраться, то есть, как бы уже так, почувствовал чуи пороха, ну, там такой совсем полуспарень. Ну, как полуспарень, вы его там выключили, по-моему, чуть ли не на год. Да-да-да-да, ну, бегу, тайц, 96 килограмм, то есть, толстенький, вот. Я потом еще хотел, мне там еще даже бой делали, потом еще там, но потом они все закрыли тайцы, тоже, понятно, пандемия. Ну, вот. Ну, а что Минеев? Конечно, я там особо не читаю там эти комментарии, кстати, что говорят, там все повально, по-моему, пишут, как Костя вообще хочет с ним работать, как у него что-то получится. Пусть хорошо, а как у него что-то, а он что? У него 95 килограмм, он 84 дерется. Да, мне сказали сейчас немножко сбросить, так, в районе 100. Поэтому я вот сушусь. Последний раз я сушился, это вот в Польше, в КСВ был турнир до 105. У меня было 110-111, я в 105 входил. Вот я помню тогда тоже с такими глазами, я же, ну как, не привыксь, супер-тяжеловесы, да. Чтобы там сбрасывать какие-то килограммы. Сейчас тоже как-то, ну так. То есть, погодите, вы сейчас, а сколько весите? Сейчас 103 где-то. 103, то есть вам нужно будет скинуть до 95 получает? Ну, да, где-то 100, наверное, 100 килограмм. Нет, сказали. А, просто вы видите, типа, да-да-да-да, я так понимаю, да-да-да-да. Ну, было 106, поэтому уже 3 килограмм изобразил. Ну, так, поэтому, нет, ну, хорошо. Хорошо, я вообще, вот мне даже Камил пытался тоже ответить ему, ответь. Он там написал, что хорошо, он разомнулся, типа. Ну, я в этом треш-токе вообще не участвую и не понимаю даже, для чего это. То есть вас это не цепляет совсем, да, когда там пишут более молодые бедеи? Нет, я не понимаю, просто я, как бы, ну, можно сказать, оудскул, там, старые закалки. То есть если я говорю, что я его порву, разорву, там, нокаутирую, так я должен так сделать. Понимаете? А что просто так болтать? Вот сколько раз было, ну, ладно, вспомним мы Сашу Емельяненко тоже. Он уже сейчас все вспоминает. Он же тоже говорил, давайте мне любого я там порву. Ну, и что ему дали этого Джонсона, он в ничью там, причем, я думаю, проиграл там. Потом дали ему ибра... Магу. Кому-то. Магу. И он вообще там в одну калитку. Ну, а зачем, говорите, отдайте мне любого? Я вообще не понимаю, я поэтому вообще ничего не говорю. Да, бой, все, настраивай жестко. Ему будет больно, так я могу сказать, потому что всегда мои соперники так чувствуют удары. А выиграл, проиграл, ну, как я могу говорить? Какие есть проблемы в организации этого боя? Потому что вы мне писали, что с визой пока непонятно. Ну, и вообще с выездом. Пока ни контракта нету, ни визы. Потому что мне Камил сказал, мы сейчас не будем говорить о том, как визу поставить. Мы, хочешь, не хочешь, я говорю, конечно, хочу. Что с визой? Значит, я просто очень хорошо этот вопрос знаю. Потому что я в прошлом году пытался попасть в Россию. Ну, там мне нужно просто было к родственникам попасть. Я вначале пытался попасть в сентябре, потом в ноябре. В сентябре мне сделали вот тоже предложение на турнир. Не пустили меня. Сказали, что у меня виза не та. Хотя у меня еще стоит виза, но деловая у меня стоит. Должна быть коммунитарная. В общем, не пустили. В ноябре уже там себе сделал, ну, что, буду говорить, как есть, на лечение, как там многие ездят, тоже спортсмены. Тоже не пустили, потому что липовое было приглашение. В общем, у меня два невъезда, два разворота на границу. Поэтому я могу попасть сейчас только, если все будет официально. То есть, я узнавал. Это должна принимающая сторона, организаторы, через МВД, через ФСБ делать мне запрос. Вот я сейчас живу в Харькове, здесь есть консульство России. Вот в консульство России запрос, я туда приеду. Я могу здесь получить визу, потому что у меня постоянный вид на жительство. И все, я ее получаю, пожалуйста. Но это им надо пойти и все сделать, все оформить. Там все эти вот пункты, которые соблюсти надо, это надо сделать. Ну, я думаю, что можно, если это официальная федерация кикбоксинга России, так она имеет свой вес. Но пока ни визы, ничего, контракт тоже нет. Поэтому, ну я так уже. Вот вес пошел, работаю. Ну, в общем, по вашим прогнозам, все должно быть нормально. А бой не должен сорваться? Я думаю, нет. Там какой-то турнир будет, я так понимаю, кикбоксинга турнир. В ринге это будет бой. По гонорару как? Я помню, вы тогда рассказывали, по-моему, Александру Лютикову, что там 16 тысяч долларов у вас был рекордный. Тут сейчас рекорд не замечается. Рекордный был 16 тысяч евро даже. Евро, евро, наверное. Евро, но это там 4 боя в один день. Ну, сейчас меньше, конечно. Меньше, но сказали, что как бы больше нет там. Без всяких бонусов, просто заплатят и меньше. Ну, там меньше. Там будет меньше. Ну, тем более я сейчас не в том, если честно, не в том положении, чтобы сейчас просить какие-то большие деньги. Типа, опять же, Саша Емельяненко, что он там 150 тысяч долларов. Ну, смешно. Сколько там? 150 миллионов там? Сколько там? Ну, Саша, слушайте, он так раскручен, что он может 150 тысяч долларов позапросить. Я понимаю, но раскручен, да, он молодец, сильный, выигрывает. Но если его посмотреть сразу в другую, обратную сторону, то, ну как? Ну, меня такого никогда не будет, чтобы я там перед боем запил что-то и не приехал. Ну, смешно. Ну, конечно, у меня меньше, я менее раскручен, я просто выходил и дрался. Я вообще вот поэтому говорю, что я немножко темный в этих всех пиар-компании. Может, это и надо, конечно, сейчас, потому что интернет сильно, сильную роль играет в этом. Ну, вот так. Вы сейчас работаете где-нибудь, кем-нибудь или как у вас вообще? Нет, никак. Я вот пока тут болел, тоже пытался, персональные тренировки какие-то. Ну, на Украине это вообще сложно. Это Харьков город большой. Ну, просто по цене я там писал цену за персональную тренировку. Все спрашивают, это что, за месяц, что ли? Я говорю, какой месяц? Ну, ребята, я же не Вася с водорога. Ну, грубо говоря, там, сколько было, ну, не знаю, 20 долларов, сколько это? Ну, да, 20 долларов или 15 долларов. Что это за месяц? Какой месяц? Ну, то есть, а за копейки, там, за 1-2-3 доллара, как здесь куча народу тренирует, ну, я не буду это делать, потому что это неправильно. Кроме как тренировать, ну, я же, я вообще не представляю, там, это бизнес какой-то, там, или что-то, сидение в офисе. Я вообще-то не очень понимаю. На что живете тогда в таком случае? За счет чего? Ну, как это неприскорно сказать, что помогают родственники из Латвии, там, какие-то деньги пересылают. Ну, жена что-то сейчас, у меня жена как бы помогает, она в интернете тоже что-то пытается работать. Ну, смесь, смесь, это ужасно, конечно, ну, что вы делаете? Я в такой ситуации вообще никакой, тем более еще болезнь там была. У меня там в больнице же я лежал, лечился пару лет назад, там тоже деньги ушли, который был, как раз, который заработал до этого, все ушло. Вы достаточно активно ведете Инстаграм и не забываете про свои старые бои, а боев-то у вас очень даже много. И я вот сейчас, конечно, для себя открыл, что у вас был поединок, который длился 1 час и 8 минут в Вене. Даже 78, то есть там еще 2 по 5. 2 по 5 и 68. Ну да, это же в Австрии. Точно, точно. Это один раунд, который длился 1 час и 8 минут дополнительный, при том, что это был еще, по-моему, турнир восьмерка или что-то такое. Короче, это организовывали, я так понял, даже цыгане австрийские, что-то такое. А, из турки, я не помню, что-то такое было темное. Ну, потому что за первое место было 20 тысяч евро. То есть я говорю, я выиграл. А нет, мы говорим сейчас про бой, когда первый турнир, там 20 тысяч долларов, я там проиграл, выиграл Гробовский, кстати. Так, 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 да. А второй раз уже было 20 тысяч евро, я выиграл. Ну, вот это Григорь Ашукбабян, армян, армянин, который живет в Австрии, в Вене. Ну, зарубились как-то с ним так. Ну, у меня тоже, кстати, вес был такой же, как сейчас, где-то у полноста. Ну, а он тоже такой крепкий, 95. Ну, зарубились, он в стойке хорошо что-то попытались сбивать. Первый раунд, второй раунд, ну и дается третий. Ну, и никто не уступает, я как бы... Ну, как ты можешь... То есть постучать с Датса, когда вроде тебя не дужат, нет нокаута, ничего нет, просто ходишь. Мы там уже было так, что мы просто стояли, так бума-бума друг друга. Нам, по-моему, раз 10, нет, ну не 10, меньше, раз 6-7, наверное, так вот останавливали. Говорит, ребята, будете, пожалуйста, давайте, ребят, там судья, этот рефери. Подгонял нас, ну а что, правило есть правило. Я попал, он попал, но удар мы уже сильно не можем, потому что как-то 10 минут мы так хорошо вложились, а потом дополнители как-то стали так тянуть, растягивать, в общем, минут через 20-30 силы уже вообще на исходе. И ударить не можем, ну и не сдаемся. А сдаться можно либо нокаут, нокаут с амбишен или постучать. Или эти самые, выкинуть полотенца, ну а что? Ну понятно, там нога отбита, нос разбит, но ничего серьезного такого нет. То есть мы просто сил нет, мы поэтому вот так били, 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 потом его сегунданты выкинули полотенца, они решили хватить. То есть его силы уже совсем покинули? Да, я тоже помню, что у меня тоже было очень что-то страшно. Ну, не знаю, может сегунданты сжали, все-таки сегунданты у него, те самые, не армяне, а, я так понял, австрийцы. Европейцы у них были, наверное, гуманно. Были в армяне, они, может, и не сдались бы. Ну и вот, потом я помню все, как бы он там ушел, что-то попил, и у меня сразу полуфинал. Там, конечно, я говорю, я не пойду уже, куда? Не-не, там мой великий тренер, давай-давай-давай, сейчас ты его нокаутируешь. Кого? А там этот, забыл я. Ну, в общем, тот, который там сильный, хороший. Он, кстати, даже, по-моему, дрался с Сашей Емельяниковым. Порядка? Порядка. Да, да. Ну, в общем, он вышел мне просто, по ноге дал два раза, у меня нога уже больше головы. Ну и все, упал, упал, проиграл. Я помню, потом реально минут 30 я в душе сидел, под прохладной водой отходил. Ну и так. С ума сойти. Ну, что делать, какие правила, как бы. Самое главное, что, понятно, проиграл там, все, но я вот, это очень был хороший урок, конечно. Просто не сдаться. То есть ты не можешь сдаться. Ну вот, сразу в голове, конечно, мысли, как в военные действия, там совсем жестоко. Ну, не сдаешься, и все. Он тебя не может не нокаутировать, ничего, у него даже всего нет. Ну, и ты не сдаешься. Ну, и вот это, конечно, послужило так большим уроком. Я вот помню, что потом, после этого, всякие турниры, бои, как-то, блин, ну, сейчас я 78 минут могу проводить, а что мне тут 15 минут, грубо говоря. Вот так. Вы обмолвились сейчас про своего, про тренера, господина Рыжикова. Ну, всем известно, что у вас был конфликт, что там достаточно скандальная история. Ну, хорошо, хорошо. А вы, кстати, вот после всех тех своих заявлений и крупных интервью, вы с ним никаким образом не общались с нами, не знаю, по телефону? Он хотел бы выйти на связь, нет? Нет, единственное, я говорю, я с ним могу только пообщаться, чтобы он мне деньги вернул. Ну, он же, там, в общем, кроме моей ситуации, там еще много было, оказывается, ситуаций. То есть в то время, когда он меня тренировал, он, оказывается, брал под меня еще много денег тоже у людей, там, у бизнесменов довольно богатых. Ну, брал там под меня, под мое развитие, а я об этом узнал только, когда от него ушло, там, мне сообщили. Поэтому он не только меня там хорошенько, так скажем, кинул. Поэтому, насколько я потом понял, он где-то там скрывался. Но не в Украине. В Киев он не вернулся, он где-то в Латвии. У него же вид на жительство. То есть он, как бы, как мой тренер, получил потом вид на жительство. Вот. Сдав экзамен, что тоже маловероятно, что он его сдал, правильно? То есть он из Украины родом? Да, нет, он с Украины, из Киева, да. У него вид на жительство постоянный в Латвии, то есть он, может, по Европе спокойно путешествует. Ну, и он остался в Латвии. Где, я не знаю. То есть вы не знаете, тренирует ли он сейчас? Не, не, то, что не тренирует, точно. Потому что я потом там, когда ушел от него, слышал, что он там хотел какие-то школы там, чтобы тренировать. Ну, все же видят ситуацию, что он... Причем, а мои, как бы, знакомые, которые со мной тренировались, они в основном, конечно, говорили, что молодец, молодец, что у школы там. Потому что он беспредел был. А сколько всего он вам, кстати, задолжал? Ну, я где-то почитал около в районе 100 тысяч долларов. Это же турниров было много. Потому что тогда, кроме Австрии, Biggest Beta Box, то, что, может быть, слышали, там, я... От отборочный выиграл, отборочный 15 тысяч долларов. 15 тысяч долларов, Австрия 16 тысяч долларов. Саша Емельяненко 10. Потом первые бои М1, там тоже 10. Казаев, не помню, там, по-моему, 5 или 6, но тоже. То есть суммы такие хорошие. Плюс мы же там и во Франции было, четверку выиграл, там, по-моему, 6 было. То есть такие цифры хорошие. А вы ему прям все-все отдавали? Прям вообще все-все-все? Я не могу сказать, что это я отдавал. Он просто брал их сам, сказал. Ну, вот, понимаете, много очень мне писали. Говорит, ты что, дурак, Костя, ну, как ты мог? Ну, понятно, что я дурак. Это самое легкое объяснение, понимаете? А так получилось, что он, когда в 2001 году приехал, там, вот, я тренировался у других тренеров, они его, как бы, знали, ну, и они тоже большую оплощность допустили, что они его пригласили. Но они сами вот эти вот тренера, там, это Василий Исаулюс, Литовец. То есть они вдвоем нас тренировали в Риге. Они понимали, что дальше, ну, дальше некуда идти. Потому что пацанов молодых много у нас было. 15-16 лет, вот мне 21 был даже. Причем я выиграл даже Европу по кикбоксингу. 10 раундов провел, выиграл. Но все равно они, наверное, я думаю, что они где-то понимали, что надо что-то дальше. Почему они на него вышли, вообще без понятия. То есть он, он мастер рассказов. Лапшу на уши вешать, это вообще делать. То есть он, видно, уже, ну, Рига, город маленький, все друг друга знают в этом, особенно в виде спорта. И он где-то уже там, когда кого-то тренировал, он, конечно, там, наговорил, там, я великий-великий мастер. И вот это все разошлось, я так думаю. И поэтому, когда вот эти два тренера, которых я тренировался, они где-то услышали. О, да, хороший, хороший. Потом мой папа тоже вот вместе с, в свое время с моими тренерами тренировался, он тоже там слышал, да, Юра, Юра, да, Юра, вы же кто-то такой хороший тренер, там, какие-то тайные техники. А он, 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 он в совершенстве владеет НЛП. Знаете, да, это НЛП, нейролингвистическое программирование. То есть, грубо говоря, зомбирует людей очень хорошо. И подчиняет на свою сторону. Это первое. Второе, он очень хорошо чувствует человека. Если человек, не дай бог, ну, такого хорошего характера, он, конечно, сразу, ой-ой, все хорошо, чуть ли не задницу целует. А вот если он видит, что человек ломается, все, он его, как говорят, хавает полностью. Ну, вот так получилось, что я, я очень хотел тренироваться, почему ли я только что стал чемпионом Европы по гейкбоксингу. У меня все хорошо идет. Растяжка хорошая. Вес у меня там 81 был килограмм. Но все равно рост, вес. Плюс папа тоже мне, как бы, даже папа меня привел к гейкбоксингу. Он тоже за меня там, деньги тогда были в семье. То есть, он все время меня, грубо говоря, спонсировал. Ну и, конечно, этот Юра увидел, о, о, Костя, какой лакомый кусочек. И хлобысь. Ну и потом это все, ну, говорить об этом долго, ну, так, если в двух словах, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, на уши, на уши, на уши, на уши, на уши. И потом так получилось, что когда уже начал, в Арбат я ездил 2004-2005 года, еще нормально, а потом уже, когда драка уже, там и драка была, а потом уже, когда пошли дальше, в 2006 году уже, да, уже там пошел конфликт в моей семье. Я же у них был как приемный сын. А раз ты приемный сын, то извини, то что деньги, выигрываешь все деньги в семью. А ваши родители как смотрели на то, что вы были? Ну вот, вопрос очень правильный, с вашей стороны, как мои родители. Ну вот, получилось никак. Папа мой хороший, да, он мне много помог, все, но вот в данном случае он, конечно, проявил большую слабость. Я говорю, любой другой, кого я знаю из бойцов, отец просто подошел бы, дал ему в морду, по-мужски, сказал, ты что делаешь? Ты что, во-первых, где деньги, которые мой сын выиграет, во-вторых, что ты там такое рассказываешь? Ну там много было, я просто сейчас в эфире не хочу говорить, да, там много грязи. Ну, в общем, так получилось, что вот, то есть за меня постоять некого было, бабушка только, бабушка, бабушка, одна, там, когда у меня бабушка боевая такая. Ну вот, что? Ну, в общем, ничего. И вот я потихоньку к ним, потом я там жил в Киеве по 3-4 месяца, был приемный сын у них там, ну, то есть минусов много, но плюс большой, что у меня очень много боев, большой опыт, потому что ему-то надо было как можно больше денег с меня сам содрять, пока я весь не попереломался. И у меня на каждый турнир бывало даже, вот как сейчас помню, по-моему, это был даже декабрь или ноябрь, в начале мы едем по универсальный бой, да, в ноябрь, в Калифорнинграде, то, что я стал чемпионом мира. Потом через неделю идет в Харькове турнир по кейбоксу. Через неделю бой прямо-ма. То есть вот так вот, за месяц три турнира. Ну, поэтому опыта очень много. Я, конечно, это приучило к тебе, что ты как бы так, отмороженно, более спокойно смотришь на дело. Ну вот. Это хорошо. Ну, а минус, конечно, что куча проигранных боев, там, где если бы я нормальный был лагерь, с моими теперь знаниями, ну, я бы, конечно, поехал бы в Америку, конечно, хотя бы там просто в ту же Россию или в Европу там. Просто нормальный лагерь провести, подготовительный, с нормальными специалистами, не там то, что лапшу годы. Потому что он-то на самом деле, я еще два слова скажу, он вообще, ну, никто. Он, конечно, рассказал, что он там великий мастер, он там всех нокаутировал в детстве на соревнованиях юношей. Но на самом деле он вообще ничего не имеет. То есть он просто учился тупо по фильмам Брюс Ли и Ван Дам. Плюс в Киеве там был Вьет Вон Дао, там один вьетнамец какой-то, он ему какие-то вот такие секретные техники показал. Ну и что? Никогда у него никакого спортсмена не было. То есть он на мне, грубо говоря, испытывал свои какие-то эксперименты ставил. Плюс его сын тоже сумасшедший помешаный, якобы мастер там черный пояс пятнадцатый уровень в бразильской джиу-джитсу, который никогда не мог выступать, потому что у меня рука болит, я не могу выступать. Ну я вообще мастер, я тебе сейчас все научусь. Ну вот такого плана. А сумасшествие в чем проявлялось? Сумасшествие? Сумасшествие проявлялось в том, что он считал, что он, что сын, что вся семья, что они лучшие в своем виде вообще. То есть если это старший сын, то он лучший юрист, он юристом работал, лучший юрист вообще на Украине полностью. Все должны просто падать, целовать. Если это дочь, у них еще дочь есть, то она вообще художник там нарисовала. Художник вообще там, то есть там эти все, кто там, я в художниках хуже, ну вот там Ван Гог там у Вознесов, Пикассо, это вообще никто. Вот она великий художник. Ну и младший сын, он футболист, он футбол, он вообще там, почему его Динамо Киев не берет, непонятно. Вот такого плана. Жена там вообще это ходячий уникум, она там может и фэн-шуй, по дому, и знает, что купить, в чем одеть, и как все. Ну и АТС, сам главный босс. Он мастер такой, он же говорит, Костя, надо немножко просто чуть-чуть потренироваться и все, с закрытыми глазами выходишь на ринг, выходишь, он идет, ты уже знаешь, он хочет, все, нокаут упал, все, 10 секунд, все, ну 15. Вот в чем сумасшествие было. Но самое главное, что я как бы в это верил, хотя понимал, что это вроде как-то нелогично, но я верил, и в мое желание очень, конечно, сильное было. Плюс гибкость, вот куча боев, которые многие запомнят, интересные. Ну а в продолжение темы два слова про опять наболевшую Сашу Емельяникову, мне там уже просто пишут куча, что реванш, реванш, реванш-то, конечно, хочу, потому что я считаю, что вот я, я на меня прямо даже написал в инстаграме, что к этому бою было не то, что подготовку, ее просто практически не было. Ну как с таким тренером обладать подготовку, когда вроде как-то ты начинаешь задумываться, блин, вот Саша, вот он так двигается, вот так, значит, вот так, вот так. Я у него спрашиваю, он говорит, Костя, ты все сам знаешь, да ты уже мастер, да что, с закрытыми глазами его можешь завалить, давай, сам готовься. А когда что-то не получилось, Костя, я же тебе говорил, как делать. Ну вот и так это каждый день, плюс я боролся, Игорь Костин, хороший, греко-римская борьба, он даже на Олимпиаду ездил в 96-м году, это в Риге, но греко-римская борьба и Саша Емельяненко, это вообще два разных вида. Вот, то есть я, конечно, бы все это по-другому подготовился, но там тоже, главное, не сдался. А обои, вы, кстати, тогда за сколько узнали? Сок у вас, то есть, времени оставало? Здесь, наверное, больше, потому что обычно я там за неделю-две узнавал. Тут побольше, за месяц даже. Ну, я говорю, что я там даже тоже, по-моему, вес набирал, потому что я испугался, что у Саши, Саши же тоже в хорошей был форме очень тогда, в бой когда со мной, 119 у него, по-моему, был вес, у меня, по-моему, было 113-114, я тоже вес набирал, вот, ну, просто работал в стойке, моя ошибка, я говорю, ну, 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 греко-римская, конечно, хорошо, там, эти захваты сбилы, но Саша же откуда, самбо, потому что лучше, он был с саммистами, с дудоистами, чтобы это все подсечки, все это более грамотно, и на бокс, обязательно на бокс, потому что у Саши, конечно, руки были очень хорошие, он же мне, один из глаз, которых он подбил, он именно в стойке, просто джебом, джебом левый, 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 правый, просто мне в глаз набил. То есть он вас впечатлил своим боксом, так вот можно сказать, то есть вас ободанного человека. Нет, конечно, Саша же, Саша же боец хороший, просто все сразу Саши воспринимают как по его личной жизни, а как боец он очень хороший, сильный, я говорю, поэтому... А вы знаете, что ваш бой был в чем-то уникальным, на мой взгляд, был уникальным в том, что Александр боролся в этом поединке, то есть намеренно просто в третьем раунде, ну просто во втором раунде так же получилось, что он просто много как бы подхватил и действовал по ситуации, а тогда же ведь он, по-моему, потечку, я не ошибаюсь, с зацепом, с зацепом точно. Да, был зацеп, первый раз, по-моему, я ошибся, лоу-гик ударил, он схватил ногу и сбил, или это в третьем раунде было, ну а боролся, а что, он не борется в основном? Слушайте, ну сейчас-то он вообще просто, вообще не борется совсем, даже вот когда у него была перезагрузка в Ахмате, то есть там все боевцы на стойке, то есть он боролся намеренно, а до этого он там боролся только в прайде, тогда он выиграл у нас, то это удушающее, то ли более, я уже подзабыл, по-моему, удушающее. Это, наверное, комплимент моей стойке. Ну вот, если вы помните, там был момент, у меня просто есть одна коронка, я как бы бью рукой, и потом сразу бью ногой, и вот нога пролетела там буквально... Хай-тик, по-моему. Да, да, хай-тик справа, я просто как бы там, есть такая у меня там комбинация, прикрываю удар, и потом бью, и вот, ну я немножко, я говорю, честно, его боялся, вот я реально боялся, вот как сейчас помню, даже я сижу в коридоре, мне выходить, а я, знаешь, так мандраждусь, ну, соперник, это серьезно, а почему боишься? Если ты молодой, ты боишься, что поиграть можешь, а тут-то я боюсь, что меня реально побьют, то есть это реально, ну, страх как вот на улице, ой, сейчас побьют, я реально так боялся, поэтому я думаю, что когда вначале мы начали работать, что-то, я его попал, он мне попал, я как бы немножко из-за этого испуга, в общем, неправильно сделал этот удар, он надо, то есть он, он у меня получается сантиметров на 15-20 дальше, тогда бы я точно попал в ему с ноги, уже может быть было бы как-то по-другому, вот, хотя я думаю, что по-другому его не было, потому что я очень, конечно, мандражировал очень, потому что меня реально понимал, ну, конечно, потом уже когда третий раунд, ты весь побитый, ты понимаешь, блин, он тебя бил, 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 и вроде ничего, и ты спокойно смотришь и дышишь, поэтому, ну, уже просто сил не было, конечно, из меня выбил все, что можно, ну, сейчас бы, конечно, мандража бы уже не было, или нет? Мандража не было, и подрядок бы правильный, вот, и вы, куда бы, куда, какой лагерь бы поехал, не знаю, может быть, поехал бы в Старый Оскол, я же там был на сборах одну неделю, все время, вот, три назад был там, у Мечкова, вот, покойного-то не было, Мечков там был, был тренер проводил, вот, Сидельников он поработал, с Молдавским, Немков, оба, там были, да, вот, может быть, туда поехал, потому что все-таки, он тоже немножко Сашу знает, и прямо, наверное, может быть, туда бы поехал, я бы он так серьезно бы отнесся к этому, потому что, соперник серьезный, плюс реванш, я могу сказать, что реально, он меня, ну, деклассировал, помню, он меня просто, чего уж там, у меня избил, избил хорошо, у меня же, я же потом, я же в больнице лежал, два дня потом, два дня потом? в больнице, с отрясением, меня там проверяли, капельницы, там, ну, все нормально, синих, переломов не было, но по голове хорошо было, ну, ты лежишь на ринге, тебя вбивают кулаком, головы, ну, конечно, меня отвезли, это же в Москве было, не помню куда, на скорой помощи, там, я вот, как сейчас помню, лежал, я тогда еще пить же хотел, после боя, много выпил, и потом меня вааа, сразу там в больнице, потому что, голова-то вообще сотрясение, не помню, что они делали, но мы, наверное, МРТ сделали, ничего, лежал, все, там, принимал, ну, типа, ноотропные средства, чтобы, кровообращение восстановить, два дня точно лежал, ну, что делать, вы сейчас по верхам, так скажем, идете, Минеев, то есть, потом, план на Емельяненко, ну, а что, можно, конечно, по низам, кого-то во дворе искать, не, ну, что, по гейбоксину, ну, у меня же, я вот сейчас тоже стал вспоминать, у меня же по гейбоксину тоже, бои, с топовыми ребятами, и Хезди Гергес, и Балрак, и Пол Славинский, и Самедов, всем проиграл, правда, с Гудричем у вас была ничья, все эти Гудричу, конечно, может быть, не совсем и тикбоксер, но, в общем-то, известно, что есть. Гудрич уже старый был, то есть, там, если бы я знал, может, я бы чуть где-то, хотя нет, там я уже активнее не стал бы работать, вообще у меня 100 килограмм, 97, что-то такое, не, ну, он уже старенький, с Майти Мо, я у Майти Мо выиграл, то есть, вот, а всем-то таким топовым он проиграл, причем практически всем досрочно. Ну, что мне сказать, ну, вот такой у меня тренер был, с такой, с такой наработкой, я говорю, было бы где-нибудь с моим желанием, у меня же была возможность, я даже могу сказать, в 2000 году у меня была возможность остаться в Голландии клуб Чигурики, слышали такое? О, честно сказать, не большой, я тут просто специалист в галландском кикбоксинге, если честно. Значит, Чигурики клуб, известный, известный клуб, а тут кто роботов? Мелвин Манхоу, значит, Питер Артс, Бадр Харри, то есть, супертопа, в общем. Да, 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 и этот Том Харринг, он родоначальник, родоначальник кикбоксинга в Европе вообще. Год, я боюсь соврать, но это, по-моему, даже не 80-е, даже чуть раньше. Вот, и так получилось, что папа мой, именно это был 99-й или 2000-й год, ну, в это время у него бизнес был с Голландией немного, и он говорит, слушай, а я же как раз, то есть, этот, горе-тренер не приехал, а вот эти вот, которые два тренера, которые, ну, они, ну, тренируют, но даже папа мой стал замечать, что, ну, что-то ничего, какой-то прогресс, ничего нет. И летом, я помню, он говорит, дай-ка я вот есть клуб, такой узнаю. Он связался, тогда уже имейлы были, конечно, 2000-й год, связался, ему ответили, да, приезжай, приехал, ну, тогда, как-то все это было проще и дешевле, ну, да, папа нормально, зарабатывал. Все, мы приехали на машине в Амстердам, пошел, первая тренировка, на первой же тренировке зарубился с Манхоевым, помню, вот, причем, там, по-моему, у них раунды по три минуты, причем, очень такая жесткая работа, то ли пять, то ли шесть раундов было по три минуты, и причем, когда перерыв, ты первые 30 секунд пресс качаешь все, и уставший качает пресс, потом у тебя только 30 секунд на отдых, и, в общем, я там умер конкретно, ну, сколько у меня там вес-то было в 2000 году, ну, да, в районе 90, да, 90, наверное, 91, 92, и, в общем, я устал, и я снял шлем, что дышать, вообще, там уже было тепло, лето, тепло, и мы с Манхоевым как раз последнее там что-то срубились, а он все молодые, Бадахаре 17 лет было, вот я помню, с ним стоял, Манхоев там, он же меня немножко старше, ему, наверное, 23-24, и, в общем, он меня толкает на стену, а там гвоздь, с головой на гвоздь, разорвался себе голову, кровь, Том Харинг испугался, давай, давай, быстро показал в больницу, ну, ничего, приехали, зашили, ну, порвалась там просто кожа, Том Харинг, тренер говорит, слушай, давай, оставляй кости, он хорошо, все, отлично, ну, единственное, что, то есть у них, это же тогда время, может быть, да, наверное, разве не следите, так вы не знаете, это, в общем, время, когда турниры, и в шоу-тайм, такие турниры были, в Амстердаме, в Роттердаме, вообще в Голландии, большие, я так понимаю, там, в общем, на кокаинной теме все это хорошо раскручивалось, там, там, и там же все легально, в общем, и баснословные гонорары, вот Банархаре дрался, допустим, в свои, по-моему, 18-19 лет, он 77-70 тысяч евро получил, то есть там вообще баснословные деньги были, он говорит, и, если ты реально дерешься, то все, тебе, он находил спонсоров, которые тебе оплачивали, проживание, там, машину, наверное, даже, питание, тренировки бесплатные, вот так, ну, и, конечно, я как бы загорелся, все, это 2000-й год, лето, по-моему, да, или, может быть, да, или 2001-й, 2000-й, мы так, а в 2001-м уже, а, да, да, там был еще, Нобу Хаяша такой, на букву, японец, вот он говорит, вот, будешь с ним дома жить, у него, пожалуйста, бесплатно, все, ну, в общем, что-то там не сложилось, потом я второй раз поехал, а уже, в туалет, когда я поехал, горе-тренер мой приехал, ну, он, да что, у него сразу глаза, сейчас Костю тут отдадут, некого доить будет, и все, и он, я же сказал, нет, 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 Костя, не надо там, тебе ран, не надо туда ездить, ну, и все, то есть, я говорю, если бы, папа был бы понастырьнее, так скажем, то я бы, вот, был бы в Голландии, а сел, а так у меня желание, растяжка, все, я бы выступал бы там сейчас. Но зато, возможно, у вас не было бы 26 нокаутов в ММА, но это, кстати, это очень много, допустим, если про всех, именно бойцов из России, но не из СНГ, из России, а больше только у Шлеменко, у него 27 или 28. У него и боев больше, да, 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 у него, у него и боев больше, и, а в Ките, во всяком случае, как в Википеде, написано, у вас 34 нокаута. Какой нокаут вы больше всего цените? В кикбоксинге? Вообще, в целом. Можем разделить на кикбоксинг и на ММА. Ну, по Мише Газарову, когда он ползал. Не, не, это, конечно, отдельный случай. Нет, ну, я думаю, что все-таки ногами. У меня с вертушки, так скажем, есть несколько нокаутов, и в кикбоксинге. В ММА тоже, кстати, есть в одном там, в турнире я участвовал, когда мы с Лешей Кудином в финале зарубились, вот в этом турнире первый, по-моему, первый, по-моему, да, с вертушки тоже бил, нокаутировал. Вот. Ну, ногами, конечно, я думаю. Хотя, я считаю, что вот этот нокаут, который я тоже выложил в инстаграме, когда Валентину Авериму с коленом. А, мощный. Я сам, я сам там офигел, потому что колено, как бы, не мое сильное, то есть мы в кикбоксинге использовал это, но кто меня научит? Я просто, просто прыгал и бил. А если получилось, что он переной встал, я за голову взял, раз, на колено, все, накрал. Вот это вот, А так, все-таки, я скажу, что, наверное, любимый, кроме ног, удары по печени, конечно. Потому что, никто вообще не думает. Вот я, сейчас даже, вот, хожу на бокс, Костя, Костя, начинаю, там, хожу на бокс, руки. Ставлю руки себе, хорошо, удары, мощные. И вот, мне, Костя, да, как ты бьешь, ты что? Ну, каждый норовит, да, ну, что, ногами-то и сильно, оно руками, ну, что за ужас у тебя такой, ну, ужас не ужас, но посмотрите, нокаут, у меня, кстати, есть рук, и в кикбоксинге есть нокауты. Понятно, что вес большой, там, у меня же, когда, в районе, когда выступаю, 108-110, это вес хороший, ну, понимаете, 110 килограмм, вложится, там, даже через защиту будет чувствоваться. Но, все равно, по печени, допустим, мало кто бьет, а вот у меня, я выложил на моем YouTube-канале, вот этот турнир, когда я в Австрии четыре подряд выиграл, второй бой, и у меня же опять было с этим армянином, да, и вот тогда я у него выиграл нокаутом по печени, причем я, как бы, сместился вправо, и, как бы, получается, что у меня уже с левой, с задней, я ударил по печени, ну, довольно эффектно и эффективно. Да, я в бэкфисты хочу, конечно, научиться, ну, хочу уже это так, громко сказано, вот как Сашечка, вот это да, вот это у меня ни бэкфиста, ни колени, как-то я так мало использую, а ногами помахать, руками, ну, потому что я всем говорю, ребята, это мама, маленькие перчатки, пусть я бить не умею, по боксу, конечно, хотя у меня тоже есть бои по боксу, четыре боя, но все равно, это не боксерские, боксерские, нам надо 50 ударов ударить, чтобы так нормально, а мама, раз, и все, особенно у меня преимущество, когда вот несколько боев в один день, вот там вот восьмерка, или вот как я дрался, четыре боя, с каждым боем соперничество тоже устает, а тут и ты устаешь, и он устает, так тебе достаточно его по корпусу хорошо, дать по корпусу, и все, ну вот, так что, не знаю, я бы не сказал, с точки зрения бокса, конечно, я ничего не умею, да я вообще, вот я говорю, как начинаешь что-то мне рассказывать, у меня такое ощущение, что я вообще ничего не умею, ничего не умею, ничего не знаю, у меня только растяжка, и желание не сдаться, все, больше ничего, 60 каутов, тем не менее, вы как-то сделали, мне кажется, у вас заниженная самооценка, ну, да нет, я стараюсь просто объективно говорить, если что-то умею, не умею, так это я так и говорю, ну, а действительно, что у меня, ну, ногами машу хорошо, если не сдаваться не умею, и все, ну, вот на этом, я много, видите, сколько боев у меня, я сам даже, когда вот, прошлой осенью, я там, википедию свою, как раз восстанавливал, тут нашел у меня же записи, книжка есть, каждый бой записывал, с 2001 года, я их все восстановил, то есть, ничего там не придумано, вот, у меня нормально, там, сколько, 78 боев, по-моему, под 80 боев, покебоксер, профессиональных, это хорошо, плюс 51 ММА, так что, я бы не сказал, что я что-то не умею, но, посоветовать, вот я тут хожу, я, я ж говорю, я хожу на Греплин, это, я говорю, после Греплинга, я себя ощущаю, просто, как будто я, вот, в первый класс, когда приходишь, вообще ничего не умею, то есть, меня там, 80 килограммовые, ворочают, как это, я говорю, блин, ребята, не, ну, не со зла, конечно, там, по войне, надо, что-то подсказывать, но, просто я говорю, что, когда ты не в своей тарелке, ты же там на вольную ходил, когда там, ну, пару лет назад, ты тоже там валяют, как эти, на бокс прихожу, там бьют, там, там валяют, ну, а бой есть бой, понимаете, вы можете валять, как хотите, но бой, это будет уже бой, тоже, вы, вы пились много с тем, то есть, с реальными, очень известными бойцами, кого вот, в плане именно, ударной техники, вы на первое место, вы на первое место ставите из своих соперников? Ну, вот, Питер Грэхом, я с ним дрался, когда ММА правда было, ну, вот, второй бой, я не говорю, там, там, вообще было ужасно, потому что это после боя с Емельянин, это предложили, то есть, я через месяц после боя с Емельянин, когда у меня башка квадратная, мой горе-тренер, он, давай, 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 хотя там вообще, к вам, копейки, три тысячи там платили, ну, ужас, ну, в общем, второй бой, это вообще, это ужасно, прохожу, что я здоров остался, вот, а первый бой, да, там, готовился, ну, опять же, я говорю, где готовился, непонятно где, но, вот, он очень хорошо руками, руками, ногами, то есть, именно, он же и скейтбоксинг готовил, он даже из каратэ, он же один выступал, и Бадр Харри, он, 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 даже Александр Емельянин, когда-то победил за счет пауки, да, да, ну, Саша вроде тоже был, по-моему, не в так форме, ну, не важно, вот, ну, просто, я говорю, это вот Питер Грэхам, то есть, я вот, вот, такие бои, вот, Пол Славинский, это тоже, кстати, из Австралии, поляк из Австралии, он мне в первом рауне уже успел с руки попасть, и потом в Австралии тоже попал, вот, после такого боя, вот, как, Питер Грэхам, Бол Славинский, потом Эшвин Балрак, голландец, вот, после таких боев, я просто реально, блин, а как вот у него я мог выиграть, как, то есть, тем запасом, что я, как бы, есть, растяжка, махание ногами, и неумелая защита, ну, как я могу у него выиграть, у Балрака вообще, такое ощущение, что он там себе вколол, таких стимуляторов, он вообще, все, ну, сколько было, три по три и четыре, четыре по три, ну, дополнительно, он все четыре раунда перед нами прыгал, атаковал, провалил, защищался, ну, как, хотя вес у него тоже 95-96 килограмм, вот как у него, я вот потом просто селю, как вот у него можно было выиграть, с тем, что я умею, да, я ногой могу попасть, кстати, я его тоже нокаутировал, этого Балрака, если там видео есть, там, я с ним попал, ну, судья, местный судья, немножко такой, не очень опытный, он сказал, посчитал, что я попал в пах, а я попал ему через спину, как раз, в живот, и он не то, что 10, 10 счетов, он там счетов 50, он стоял, отдышался, он, ну, ему отдал дышать, ну, не важно, главное, что подрались. Про ваш самый знаменитый нокаут, вообще, вот какие чувства вы испытывали во время поединка с Газаевым, то есть, потому что сразу уже, в вашем случае со стороны, стало понятно, что он хочет выиграть при помощи вашего нелегального удара. Ну, я это, к сожалению, потому что я говорю, что у меня в углу опять был мой тренер, который ничего не мог подстрелять, двигайся, 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 а я только к концу понял, что, наверное, он так и хочет получить по голове, поэтому, а нет, я там был уверен, вот как сейчас, помню, что мы встали, он сел, я думаю, ну ладно, какие-то там, какие-то финты, раз, минута, две, он ползает, ползает за мной, я на Славу, Славу Киселеву, Славу, по-моему, рефер, я говорю, что ты, не-не-не, работайте, работайте, вот первый раунд, второй раунд, я уже после второго так и сказал, в углу там, в секунду, тренеру там, еще, я ему сейчас дам по башке, потому что он меня достал, ну, да, я нарушил, я не спорю нарушил, но я нарушил, это как бы объективно, и этого все ждали, это нужно было сделать, потому что, я уже тут тоже, вот выставил этот бой, я же писал, где-то пишут, Костя, ты не прав, что не прав, ну, что, так нельзя работать, как он, еще раз говорю, правилами это не запрещено, но с точки зрения эстетики, хотя нет, правилами даже запрещено, я могу сказать, вот вспомните, все бой, я, кстати, пересматривал его несколько раз, а Верим, Вердум, бой номер два, в этом, в страйк-форсе, бой найдется, причем Вердум в стойке, раз, раз Вердум упал, сидит, иди сюда, нет, рефери, вставай, бой, раз, что-то там, Аверим или ткнуло, ну, ладно, вроде он не сам садился, а Вердум сам садился, на задницу, все, ну, рефери, стоп, подъем, 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 то есть, ты не можешь начинать бой, сидя на полу, какая разница, ты сидишь на, на задней части, или ты стоишь на колене, как Газарин, три точки там, три там, то есть, с точки зрения тактики, тактики, технические действия, там три точки, там три точки, ну, вот, там нельзя было, об Чудо-Газаеву можно было, и потом этот Слава Киселев получает лучший рефери России, наверняка там было что-то нечисто, но зато, зато бой запомнился, ползал, ползал, так при чем, мне говорят, он, когда он, он бы тебя сбил, он тебя поломал, так он же сбил Аминя, и что, просто сверху лежал, и ничего не делал, нас поднимали, то есть, даже тем, что сбил, ну, хорошо, может быть, по очкам он вел, потому что меня больше сбил, я там, ну, мало попал, но, это же ерунда, можно, нужно быть. Но, когда вы били, вы понимали, что это нелегальный удар, потому что сразу после поединка вы сказали, что вы наносили ударов в тот момент, когда это можно было делать. Да, это все, ну, может, сказали, что так, нет, нет, ну, не, ну, вообще-то, я думаю, понимал, чего тут скрывать, потому что он сидел, я просто тупо ему разбежался по голове, это, я думаю, это опять происки моего этого тренинга, скажи, что ты видел, что он вставал, нет, конечно, я ему дал просто, что он достал, ну, то есть, я сделал неправильно, да, но, это он, он меня вынудил, он, его команда, все, которые вот таким, таким способом хотели выиграть и выиграли, ну, это ради бога. А сразу после боя, что вот вам, кстати, еще, да вот, потому что у вас, по-моему, какой-то был контакт еще до ваших интервью, так скажем, после матча, с кем, с кем? Сказали? Да, да, после боя, по-моему, нет, по-моему, он же получил по голове, я понял, что он, не очень, не понимал, нет, мы с ним не виделись, после боя, да ничего, по-моему, я с ним не общался, вообще, не, 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 я помню, что на его, так скажем, знаменитые фразы, то есть, мы взяли его хитростью, попал он, а выиграл я, вы достаточно позитивно отреагировали, то есть, вы ему руку пожали, там, чуть ли не обнялись, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а что, не, я просто прекрасно понимаю, что он не виноват, это его штаб, тренера его, то есть, они его, грубо говоря, подставили, вот, если так, объективно смотреть, потому что, я думаю, они понимали, что я бить не буду, а руками, понимаете, мне тоже бьют, а что ты руками бил, а руками, это же дистанция уже та, что он просто будет хватать мою ногу, ну, какой смысл, так это давай бороться сразу, поэтому руками, конечно, не бил, и они понимали, что, я же, причем, до этого тоже два раза бил, ногой просто промазывал, и, а мне один раз даже по карточку дали. Да, было дело, было. Да, 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 ну, вот они же понимали, что, что я ударил с ноги, и вот таким образом. Это самое, да, подходит этот самый момент, все. А что с ним бороться? Все ближе. Во-первых, что бороться, во-вторых, он меня сбивал, и ничего не мог делать, то есть ни болевых, ни удышающих, ни добивания, просто я его держал, я сам там что-то даже пытался как-то выхватить, поэтому я говорю, ну, боец он слабый, конечно, но вот так запомнился. Так это он запомнился, а мне пишут, себя помню только благодаря этому бою, так это, а его, а М1, это, М1 вообще, наверное, молятся, чтобы этот бой все посмотрели. Слушайте, а реванш вам хотели все это сделать, или как? Ну, реванш, я помню, вот, вы знаете, что с ним сейчас? Что с ним сейчас я знаю, это у меня в последующих, так скажем, вопрос. Вот когда это произошло, я как раз в больнице лежал, это было же 2019 год, а два года назад. Да. Я что-то сразу начал там выложить. Вот мы трусом вы его назвали. Да, я же тогда написал, а что ты бьешь полицейских, которые при исполнении, а меня не мог бить, давай там, реванш, реванш. Мне там сразу пишут, а что ты ему реванш, он сейчас сядет. Все как, при чем? Я да при чем? Реванш нету, конечно, реванш. Я же ему и тогда сказал, давай реванш нормально. Он же начал говорить, за реванш я не знаю, мне нужно развиться, ну он же развивается. Довольно смешно. Причем, по-моему, если я не ошибаюсь, я вышел на замену. Потому что он должен был с кем-то другим драться. И меня тоже чуть ли не за неделю-две предложили, я согласился. Что-то такое было, в общем. Ну парень, я его только один бой успел посмотреть на чемпионате России, он проиграл в финале, там одному и тому же здоровому там они махались. Ну, говорю, ну ладно. Ну, кстати, ему же дали два года. Да? Да, не особо-то много. То есть, в общем-то, ваш реванш, наверное, сегодня возможен. Ну да. Я думаю, что вот этот реванш соберет всего-всего очень много. Да, это сто процентов. А что, Сан Сегемеля будет драться с Джиганом? Серьезно? Ну, слушайте, там Джиган много денег требует слишком. Вроде как. в смысле, что сложно найти организатора, который удовлетворит все финансовые запросы наверное всех сторон. Ну, как мне кажется. Ну, понятно, это уже, видите, превращаясь в спорт, непонятно что. не, не, просто я, вот когда выложил у себя в инстаграме про Сашу, там мне пишут реванш, реванш, хорошо, почему, я с удовольствием хотел, потому что проиграл в одну калитку, хочу сейчас по-другому все, чтобы было, но это мне надо, чтобы он бой два Саша провел нормальный, вот как он тогда в Ахмате, набрал форму, вот если он будет в такой форме хорошей, конечно, а форма у него там была не хуже, то есть, когда он со мной встречался, тем более похудел, все. Ну сейчас, во всяком случае, вот если посмотреть на его самое свежее интервью, он выглядит явно лучше, чем тогда, когда он впервые после долгого перерыва появился на публике, потому что, когда он, конечно, на публике появился, он, так скажем, не очень хорошо выглядел. Я вот считаю, что ему, конечно, не надо на голых пулаках участвовать, наверное, ему денег много предложить. А почему не надо? Это же, там же есть очень важно, как много ты выпрессил ударов, то есть, это как раз это его тема, то есть, чтобы там раз-раз-раз-раз. Да, но это же полный кулак, но хотя, ему, по-моему, не привыкать зарубаться. Не, просто мне, почему я это так говорю, потому что мне тоже предложили там из Латвии знакомые, говорят, давай в топ-дом, в топ-дом. Я думаю, блин, ты же простой, все, причем, буквально на марс там что-то. Давай, давай, я говорю, блин, ну, голые кулаки, какой бокс, если бы там ногами можно было махать, а потом думаю, а мне же надо в Россию было попасть, это еще в том году, я говорю, ну, давай, если они сделают все, но они ничего не делают, даже приглашение не могут делать, поэтому, мы там закончили. Ну, и денег, конечно, тоже, я там, за тысячу-две долларов не буду, куда вы. Мне, кстати, предлагали, я вам могу сказать, мне предлагали в Барринакл в Америке, 10 тысяч, 10 тысяч долларов, да, мне предлагали, причем, там один знакомый, тоже, горе знакомый один в Китае, американец, это, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, он, короче, жил в Китае, вот там, я же три месяца назад, три месяца тренировал в Китае, четыре года назад, там, выступал, когда у меня два боя в Китае было, а, вот с Тони Лопесом, да, туда и в Хабаровск летал, вот в то время, я с ним познакомился, и вот он сейчас, видно, вернулся в Америку, и прилагал Барринакл, ну, 10 вроде неплохо, но, ну, для меня это страшно, я могу признаться, что я на улице даже, в сознательном возрасте, ну, толком не дрался, ну, в школе было понятно, для меня голые кулаки, это. Дождите, а не толком, что это такое было, что это за, за история было? Ну, вы сказали, что толком не дрались, но оставили, так скажем, пищу для размышлений, что все было у вас было. Ну, в школе были, ну, это опять не надо, ну, короче, я говорю, мне тут, жена уже кричит, хватит про этого тренера рассказывать, это опять история с тренером, ну, в двух словах просто скажу, раз уж вы сказали не толком, значит, они вам, вам, вам не воспитывали мужество и храбрость, я должен был и ходить по Киеву, по улицам, и нападать на простых людей, да, реально, избивать их, вот, ну, ну, мне спрашивают, что, я скажу, бомжи, там, в общем, алкаши, вот, ну, я реально, так как я все-таки, ну, прямо трезвомышленный человек, я вроде, ничего не принимал, я понимал, что это вообще бред полный, они еще так получают, они жили в Киеве, там, в одном районе, там, плохой район, вот, угол автобокзала, там, и знакомые, детей их, когда мы гуляли вместе, они как раз жили там, вообще, какой-то заброшенный, там, реально алкоголики, там, наркоманы, и мы специально шли домой, там, вечером, через этот район, и они специально, как раз меня оставляли, одному, говорят, так, в общем, если что, бей, если ты на улице хоть раз нормально подержишься, все, в боях ты будешь всех выносить, там, блин, ну, я, понимаете, что я человек, не зло, просто так подходить, бить, ну, было там, я что-то пытался, он, он, ты что, ты что, потом он говорит, да я ничего, я думаю, блин, ну, что я на него гоню, вот реально, я говорю, ужас, вот такой вот бред, и таких много случаев, я уже рассказывать не буду, там были несколько таких случаев, меня воспитывали мужество и хладнокровие, вот, поэтому на улице я не дрался, вот эти вот, там были пару случаев, но это не то, нормально, поэтому я говорю, что этот барынакал, это же голые руки, я не представляю, нормально вложился, почему там ребята стоят, вот я смотрю бои, попадает, да, попадает, падает, но бывает и стоят, может быть он как-то в школе там, не знаю, я отказался от этих кулаков. В Латвии я был один раз, везде слышал русскую речь, мне сейчас, вероятно, не показалось, что там русские как-то ущемляют, что-то в этом роде, ну, не сложилось у меня такого впечатления совсем, там, допустим, Юрмана, она вообще там напрочь, там вся там русская, но я вот помню вашу фразу, что с фамилией Глухов, там жить непросто, а поясните вот, что вы, а когда вы были, когда вы, вы когда были? В 2012 году летом. В 2012? В 2012. Ну, самый ярый пример, это вот когда, значит, сейчас вам скажу, даже год, наверное, это год был, да, 2007-2008, я, кроме своего этого тренера, мы ходили на бокс, чтобы там в пару поставить, там такой Володя Коровин, мастер спорта, кстати, Советского Союза, хороший боксер, очень хороший боксер, он там ко мне всегда хорошо, очень был расположен, помогал, вот, и он мне устроил бесплатно в фитнес-зал, хороший был, реактор, такой он же, к сожалению, закрылся, бесплатный туда ходил, ну, и, конечно, мой тренер, он же сразу, если куда-то ходишь, чего-то, кто-то помогает, сразу же давай у него денег заберем, и он мне говорит, ты скажи этому Володе, короче, давай, чтобы он тебе еще и зарплату платил, ты же боец в Латвии, там, известный, ну, я подошел, говорю, ну, можно как бы, без бесплатно спасибо, там, зарплату, он говорит, нет, Костя, если бы ты был не Глухов, а Глухов, а лучше какой-нибудь Клявич, Крумич, или там, Лапич, такие фамилии латвийские, у тебя было бы и зарплата, и костюм спортивный, и еще, 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 но ты Глухов, вот это я сейчас, вот это я запомню, ну, все, потому что там как раз, боксеры тогда хорошо там, в Латвии выступали, и вот, он тоже русский боксер, но его фамилия, как я вот сказал, Клявич, все, латышская фамилия, вот, пожалуйста, потому что хозяева этого клуба были латыши, то есть они вроде болели за меня, там, может быть, даже ходили на какие-то бои, но фамилия не такая, вот, это первое, а второе, ну, второе, это опять придется говорить о политике, вот, но я говорю, русский все-таки, если ты русский, ты немножко облатышился, то есть ты как бы уже, ну, кроме того, что ты говоришь на местном языке, ты уже думаешь как-то по-европейски, по-местному, то, да, тебе нормально, я, допустим, не могу так, потому что, они, что же, ненависть такая к русским, да и валите, так открытым текстом говорят, валите к себе в Россию, ну, русские, валите к России, а я не могу, у меня бабушка, из Ленинграда, дедушка, в Соленграде родился, я не могу там, там сложно, на Украине тоже ужасно, ну, тут хоть на русском говорят и все, а в Риге, там вроде по-русским говорят, но, там, если здесь, на Украине, специально могут по-украински с тобой говорить, хотя он знает русский, там просто русского не знают, очень многие сейчас молодые, просто русские, они считают, что им русский знать не надо, им лучше знать немецкий, французский, английский, а то, что Россия под боком, ну, ну, это политика, вот поэтому, ну, тяжело, это первое, второе, что, я всегда это говорил, что, когда я ушел от тренера, я остался ни с чем, получается, мне, как бы, только он стал мне помогать, вот, Дима, Дима Бейкер Нутришн, это фирма спортивного питания, в которой я еще выхожу, все, вот, 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 он мне помогает, и он сразу встал на мою сторону, говорит, нет, я все понимаю, Костя, конечно, ну, он тоже моего тренера, там, так, у Косина, все, все, я на твоей стороне, все, больше никто из, целой Латвии, никто там, все там, ну, как он же тебя тренировал, ну, это же тренер, ну, я, 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 я буду нейтральный, ну, нейтральный, значит, тебе наплевать, ну, поэтому, никакой поддержки, вообще, ни от кого, вот, сколько я там выступал, все, кто, за меня радовались, если все там болели, никто, ничего, то есть, ну, смысл мне, смысл мне с этой стороной что-то связываться, если, никакой поддержки, ничего и нет, да, выступал, переживали, все радовались, но когда, извини, у тебя проблемы появились, ну, все отвернулись, ну, это первое, а второе, может быть, слышали у нас, боксер такой есть хороший, Марис Бринец. Ну, конечно, известный очень боксер, да, выиграл сейчас, суперсерию, выясни, что? Я с ним даже работал два раза, ну, по боксу он меня побил, конечно, а с ногами так нормально, но он жестко бьет очень, и вот, если сравнивать с ним, он же тоже профессионал, так, фанат тоже, только тренируется и все, сравнивать с ним, что, ну, я, может быть, чуть пораньше, но вот, но он латыш, он Марис Бринец, и вот там, вот, я просто помню, прямо, четыре года назад, пять, у него помощь бешеная, от банков, сотовая связь, потом там, чулики питания какое-то, то есть вообще проблем нет, и мне даже немножко, с какой-то степени, ну, обидно, что ты вроде столько лет за страну, все, а от тебя, никакой даже, никакой неподдержки, ну, ничего, то есть, ну, ребята, вы же радуетесь, вы же ходите, смотрите, вы же болеете, а что, когда помочь, ну, да, я, может быть, официально не писал, помогите, я там, остался ни с чем, но, все равно, когда смотрю, что, как там, встречают по одежке, провожают по уму, здесь провожают, провожают по одежке, то есть, ты ни с чем остался, ну, и пошел, поэтому, я говорю, у меня, никакой, ничего, кроме моих родственников, родителей родственников, с Латвией, ничего не связывает, вообще, друзей даже долго мне осталось, там, с одним, с двумя, общаюсь только, и все. Константин, а вот расскажите, про шишки на теле, что вот это вот такое? Ну, это опять будет связано, с моим тренером, естественно, ну, это называется, липомиоз, то есть, это, как бы, доброкачественные опухоли, то есть, грубо говоря, это жировые отложения подкожные, которые собрались вот таким образом, ну, я не врач, понятно, полностью, я не скажу, как что, но, это нарушенный метаболизм, я так понимаю, сильный нарушенный, то есть, в свое время я набирал вес, когда, это 2004 году, я в Арбате выступал, тогда где-то в районе 100 килограмм, и вот уже в конце 2004, там был даже в Кристалле бой, да, и вот потом я начал потихоньку набирать, в Киеве, вот хороший, кстати, тренер, очень по физподготовке был, Пол Петрович Иванюшка, к нему стал ходить, вот, он, действительно, посоветовал там все эти, протеины, гейнеры и так далее, витамины, плюс, питание же надо, что там одно есть, питание, ну, не очень, конечно, мне хорошо там посоветовали, я там и свинину, и пиво пил, кстати, одну неделю тоже, сказали, пиво со сметаной, с яйцом попей, хорошо наберешь, вот, попил, ну, в общем, ну, не в этом дело, в общем, все было в перемешку, плюс, тогда бы жил как раз, в Киеве уже, у горе-тренера своего, там где-то 3 месяца, вот там я пил местный протеин, украинский, ужасный, ванситон такой назывался, плюс потом в перемешку малыш, это смесь для грудных детей, почему-то мне сказали, что там очень много питательных, ну, может, она питательная, но у меня, кроме аллергии, которая была, вот, нарушился метаболизм, то есть, я нарушил, как бы, много вот такой, тяжелой пищи, я бы так сказал, там, и картошки бывало, и свинину, ел тогда, ну, и вот, у меня так получилось, это получается 15, да, это уже, больше 15 лет назад, они начали вылезать, вылезать, сильно вылезать, вот, ну, и потом что-то остановились, потом я, потому что, врач такой был у нас в Риге, тибетский врач, Виктор Матвеев, хороший, он мне помог тоже, тибетский, тибетский, он был тибетский, да, да, тибетский, ну, то есть, он был русский, конечно, ну, просто он в Бряттии, в Тибете там есть, методика, да, ну, тоже наш общий знакомый, и тренера моего он там тоже знал, его, кстати, вытаскивал, тоже лечил, вот, ну, у него там и головокалывание, прижигание, плюс, пилюли тибетский, пилюли тибетские, да, это, это может быть, как бы, так, кто-то верит, нет, но вот, по питанию, он мне хорошо посоветовал, он говорит, Костя, зачем ты все это вот, жареное, острое, вот это, копченое, вот ешь, как бы, вареное, теплое, холодную еду не ешь никогда, то есть даже для салата, ну, понятно, летом, ну, вот летом салат может, а так вот не ешь, но я вот стал, как бы, более правильно питаться, потому что питался ужасно, то есть там картошку фри часто, не то, что там фастфуд, но вот такой жирный очень любил, жареный очень любил, вот, но я думаю, из-за этого все-таки, я уж там подробностей не знаю, потому что я врачу уже потом, позже, кстати, три года назад попал, он мне там вот про эти жировики, рассказал, а вот так получается, то есть более-менее стал 15, и они остановились, где-то год, может быть, два они у меня вылазили, может, они у меня реально по всему телу, значит, был у врача, кстати, в Питере, там у хорошего врача было, года два назад, да, три, три, три назад, он сказал, что это только хирургическое, удалять каждый, то есть это часа на два-три, ты лег, тебе дали подышали, или там укололи, уснул, и каждый они будут удалять, вынули, удалять, вынули, и потом ты в этих, шрамиках, будешь ходить недели-две, пока потом они должны рассосаться, ну, и потом еще две недели аккуратно, то есть месяц ты забудь про все, ну, я как бы тогда, вроде деньги были, не было возможности, сейчас вроде возможности была, нет денег, как всегда, ну, в принципе, они не мешают, жена, конечно, напирает, надо, надо, типа, неэстетительно, по ним попадаешь, не больно, это просто такой плотный сгуст, такой жировой подсвойки, подсвойки. У меня нет возможности, реально нету, вообще, то есть, я не буду говорить, что я там бомж, ну, в какой-то мере, да, то есть, там, кто где-то деньги нашел, сейчас, дай бог, выступлю, получу что-то, на них буду жить, наверное, полгода, вот, а у него, наоборот, все есть, особенно, когда я смотрел в Ахмате, это же вообще, это суперзал, это условия, он там показывал, он приходит, он приходит в тренировки, у него там готова еда, спортивное питание, все постирано, ну, это вообще, тренируюсь я не хочу, и он такое вытворяет, хочу тренируюсь, хочу бухаю, там, я говорю, то есть, если меня сравнивать с ним, это реально противоположность, как это, антагонизм называется, то есть, я очень хочу, но у меня нет возможности, а он возможности хоть отбавляет, тем более он реально, в России же очень популярный, даже, хоть он там и чудит, но все равно, это реально, такой популярный он получит, вот, а он, получается, что не хочет, понимаете, что если бы человек хотел, вы смотрите, Федор Братов, он же реально хотел, ну, посмотрите, какой был результат, и все, а он не хочет, потому что если бы он хотел, реально Саша хотел, я думаю, что он давно в UFC бы уже дрался с 7-8, в 8-8, ну, реально, вот, вот, вот это хотел сказать, что мне даже здесь тоже обидно, как мне с Латвией обидно, что там ничего, никого не поддержки, так и здесь сильно обидно, вот это можете поставить, то есть, я не прошу, конечно, чтобы мне там быстро переводили на счет деньги, нет, как есть, жизнь есть, так есть, но просто я говорю, что у меня желание большое очень, так и Бог здоровья тоже сейчас поможет, все, ну, возможно, но сейчас бой у вас вот будет, как раз эти хорошие возможности, ну, нет, это бой, я потом тоже надеюсь, что это пойдет, пойдет, граница отборит, и все, я в России хочу больше, русский человек, русский человек должен жить в России, как я говорю, надеюсь, получится и боем, и все, все, да, субтитры,